Теперь к теме так называемых снюсов по всей стране. Сейчас идет кампания по запрещению их оборотов в торговле. Круглый стол прошел сегодня в прокуратуре Чувашии. С виду обычные постелки таят в себе угрозу здоровью. Специалисты предостерегают в зоне риска дети и подростки. За неотложной помощью с начала года обратились более 20 человек. Большинство несовершеннолетние, попробовавшие лакомство на вкус. Если ребенок весит от 40 до 60 килограммов, то доза, которая в сегодняшних снюсах имеется, она является для него смертельной. Но снюсы оставляют рубец на состояние здоровья и на качество жизни в будущем. Тревогу бьют учителя нескольких городов республики. Факты выявления в школах и Цивильска, 2-й школы, и Чебоксарская, город Чебоксары, в 6 школах 14 подростков. Но вызывают тревогу, что 7-12-13 лет. Представители органов власти, силовых структур, медики выдвигали разные предложения. Можно это запретить нашим законам, законам республики. Но я знаю и все мы знаем, что на уровне Российской Федерации тоже готовятся поправки федеральной закона. Особенно специалистов тревожит, что смеси есть в свободном доступе. Заказ можно оформить и с доставкой на дом, причем без каких-либо ограничений. Слушайте, тут такое дело, у меня просто паспорта нет, студент, а как-то можно купить? Куда можно? Участники круглого стола предложили блокировать такие сайты. Активно в этом должны работать каждый курорт. Почему? Потому что каждый день сайты обновляются, появляются новые и новые сайты. То есть ситуацию мониторить каждый день. И самое основное, это, наверное, профилактика. Это в школах, институтах, техникумах с привлечением, особенно врачей и специалистов. Сейчас в республике реализация снюсов ограничена лишь возрастом покупателей от 18+. Как временный вариант рассматривается приостановка продажи данной продукции. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Борис Андреев. Республика. Но декларированием намерений дело не ограничилось, и органы власти и прокуроры уже предприняли определенные шаги. Решение нестандартных случаев, как случаев, которые мы имеем с данными препаратами, так называемыми, снюсами, имеет возможность решения только в рамках комплексного подхода. Единой командной работы представителей органов исполнительного власти и правоохранительных органов прокуратуры республики в первую очередь. Поэтому мы видим ответственный подход всех представителей, всех организаций. На текущий момент Минэкономразвитие в рамках комплексных мероприятий, осуществляя общую координацию работы торговой сети, дало уже соответствующие указания воздержаться и приостановить продажу данного вида изделий, которые приводят к существенным негативным последствиям здоровья наших детей. На текущий момент уже те сети, которые работали, уже отказались. Отдельные торговые точки, которые сейчас работают, мы будем в режиме мониторинга отслеживать совместно с муниципалитетами и решать проблемы. Надо отметить, что республика, органы исполнительной власти и правоохранительные органы имеют уже опыт подобной работы с аналогичными ситуациями. Пример можно привести так называемые фанфурики, которые тоже были определенным бедствием. И есть и другие также случаи, когда республика качественно отрабатывала совместно с правоохранительными органами, с прокуратурой, быстро, качественно решала, не доводя дело до каких-то ситуаций с фатальными исходами.